добрый день друзья вы смотрите арканом тв у нас очередной выпуск и у нас необычный гость это новая тема для нас сегодня мы поговорим об астрологии с потрясающим астрологом павлом андреем паш привет спасибо что пришел значит вот я не верю в астрологию но я верю в астрологов у меня вот есть такой критерий поэтому когда я убедился в том что в твои знания в том что ты можешь мне стало очень интересно рассказать об этом нашим зрителям и вот первый вопрос вот давай развенчаем мифы которые есть по астрологии во первых у обычного среднестатистического человека не складывается в уме как так на земле 7 миллиардов людей всего 12 знаков зодиака и вот в какой-нибудь вшивой газетенке выходит прогноз тельцам сегодня так стрельцам так не совсем понятно как можно все вот огромные обилие индивидуальности вместить в какую-то систему в чем суть этой системы и где подвох здравствуй лёша действительно подвох есть надо просто разобраться в понятиях то что называется газетным словом гороскоп это вообще по сути выдумка журналистов сидит редактор и изобретает что ли вам везет цельцам еще больше везет все будет чудесно люди читают им приятно получается такая полезная аффирмация и люди покупают газету почаще но если попытаться взять прошлую газету и почитать что было тогда то будет понятно что это не информация и действительно не соответствует и действительно не может 1 12 часть человечества жить одинаковым путем тем более что все эти люди разные расы разные вероисповедания разные работы разный социальный статус поэтому по определению бред профессиональной астрологии к этим гороскопом отношения никакого не имеет рассчитывается натальная карта так называемый гороскоп по дате времени и место рождения время рождения рассчитывается вплоть до секунд соответственно индивидуальная судьба индивидуальная программа она именно и за счет этой точности получается настолько уникальный настолько точный что мы можем достигать невероятных результатов которые не дадут ни один психологический тест и тем более уж никакой популярный гороскоп победитель миф хорошо тогда у меня такой вопрос если астрология наука точная то откуда исходит вот сама формула высчитывания вот в чем ключ там вот я знаю какой-то дом в какой-то планете но для меня это темный лес но кто вывел изначально эти правила да то есть все таки ей это этой науки несколько тысяч лет как древние вычислили эти механизмы как они дошли до нас и при помощи чего происходит это вычисление и как например какой-нибудь плутон влияет на мою судьбу да так и есть наука невероятно древняя соответственно развивалась на протяжении более пяти тысяч лет если брать допустим античную гренцию античную азию то ученые того времени они не были вот настолько дифференцированы не были отдельно математиками отдельно там философами они были можно сказать натур философами изучали всю природу астрология так и пошла как прикладная дисциплина которая описывает законы природы и по сути астрологии является матерью быть и современной математики астрономии физики древние естественно них не было ни компьютеров не математики современной поэтому они наблюдали за состояние небесной сферы составляли свои определенные там карты рисунки чертежей чуть ли не на песке палочкой не на клинописных табличках и за счет тысячелетий опыта выводили некоторые закономерности то есть такая точка на небе мерцает назовем это там венеры богини и известно что она при определенных там склонениях и так далее дает такие-то черты характера или такие-то события ну естественно первоначально астрология если берем западную было исключительно прикладной то есть там посев пшеницы скот и так далее далее если мы берем более поздние средние века то невероятный вклад внесли арабские ученые и бен эзеры и так далее они внесли туда первые математические формулы и так далее своей астрологии было и в индии веды одни из древнейших источников знаний которые только есть и тем не менее общий символизм пантеон богов греческих вот эти 7 архетипов они что древний египет что месопотамия они все одинаковые то есть сами архетип сами принципы все прежние и они пришли к нам через столько веков и соответственно сейчас тоже есть существует и исследовательские центры и вузы астрологические профессиональные где на эти знания уже была положен был положен фундамент и сферической геометрии профессиональной математики астролог сегодня это не колдун не шаман который чертит что там палочкой смотрит в небо в телескоп это специалист который смотрит компьютеры все паша но у меня вопрос такой что предположим наблюдение за небесными сферами так или иначе дают нам то есть мы можем вычислить какой-то алгоритм но как луна или какая-нибудь более отдаленная планета марс вот допустим вот астрономы они говорят что астрология ну вот бред сивы кобыл ты знаешь да вот мнение официальной науки то есть они говорят что это вообще не наука то есть это какие-то древние верования примитивных людей прошлого и они подтверждают это тем что например гравитационное поле какой-нибудь отдаленной планеты в нашей солнечной системе ну просто никак не может воздействовать на людей луна еще да она ее гравитационное поле как-то на нас воздействует но как другие планеты воздействует поэтому вот что ты ответишь вот как какая-то планета ее движение и от на положение относительно солнца моей даты рождения может повлиять на формирование черт моего характера и на фирм на формирование событий в моей жизни да мы все любим говорить мы сами творцы своей судьбы а тут то выясняется так что ты смотришь карту оказывается какие-то качества в тебе были заданы звездами вот как происходит воздействие непосредственно очень просто для людей с материалитически ориентировано сознание ориентации сознания даем такое научное обоснование она тоже известно есть даже на химфаке мгл преподавал владимир иванович дайнека который на лекциях практически на доске рисовал и показывал следующий закономерность все живые организм один на 90 процентов состоят из воды соответственно вода это молекула диполь у нее два полюса и она фактически подвержена влиянию электромагнитного поля и наш организм это как такой большой чан из биохимических реакций соответственно гравитационные поля меняют ориентацию молекул воды меняют скорость и параметры протекания химических реакций разные химические реакции разные параметры нервной системы наш мозг думает по-разному и отдаленные планеты все равно влияет абсолютно влияет поле все равно доходит до нас абсолютно влияет абсолютно доходит у юпитера гравитационное поле огромнейшее то есть она регистрируется земли и так далее поэтому юпитер там как несколько тысяч земных шариков вместе взятых с гравитацией там все в порядке и и планеты влияют именно через механизм от воздействия на нервную систему каждого живого организма потому что мы действительно не просто отдельные такие появители судьбы но мы как минимум соавторы своих событий есть наша свобода воли есть внешняя оказия которых как внутри которой мы вынуждены жить соответственно если какой-то причем третья персона человек приходит предлагать нам что-то сделать соответственно его свой есть так сказать своей небесной программой он повинуется ей и сам не не отдает себя отчета как он является таким биороботом который выполняет программу но и для людей с более таким религиозным мировоззрением можно сказать что если мы берем астрологии веды все вот эти архетипы наши фактически это язык бога с которым творец создатель который создал эти большой взрыв и всю нашу вселенную он разговаривает с нами на этом языке то есть можно сказать что у судьбы есть разум что это не система хаоса случайных событий генерация случайных событий а что у этой программы существует план можно ли так сказать можно сказать что существует правило которое сеть на судьба придумала внедрил в нашу жизнь естественно не контролирует какой у нас будет там брак или сколько будет денег но это тонкие энергетические взаимосвязи которые работают символическим образом работали тысячи лет назад если тысячи лет назад там третий дом была лошадь сейчас эта машина там так далее если есть у события там проблемы с транспортом раньше лошадь там много сломала сейчас машина сломается но символизм останется прежний давай поговорим о прикладном значении астрологии возьмем два аспекта первый человек приходит к астрологу вот сейчас астрологов много каждый эзотерический центр считает за правило иметь при себе какого-то с рома тоже начинаем действовать соответствии с тенденциями но во первых что должен получить человек мне недавно рассказали историю реальная история у моей знакомой у подруги мама живет на рублевке и ходит видимо какому-то астрологу вот из этой категории людей да некая лита платит за одно посещение была названа сумма 120 тысяч рублей я не знаю правда это или нет даже если на 40 тысяч меньше все равно деньги приличные в наше время и при этом человек настолько подсел на астрологию что буквально ходит и спрашивает стоит ли мне в полдень ходить в туалет или не ст или терпеть до полуночи то есть что должен получить человек пришедший к астрологу вот как ему понимать что перед ним действительно профессионал и с какими вопросами он должен идти и какой ответ ему нужно искать или к чему должен быть готовым хорошо сначала первую очередь отличим на контрасте профессионала шарлатана что делать шарлатан он не слушает вашу историю потом и пересказывает другими словами внедряя страшилки угрозы всякие термины карма черная луна и как правило не дает ничего нового если вы попытаетесь после приема такого астролога спросить себя что вы нового узнали и написать это на листе бумаги ну как правило после шарлатан вы ничего не напишите восток в голове будет какой ужас сплошной что черная луна вам испортил жизнь что делать профессионал во первых спрашивает минимум данных самый минимум и он минимум этот формален когда произошло что-то буквально три-четыре события дата время месторождения затем он выдает простыми словами без терминов без заморочек без карм без черных лун конкретные факты которые вас интересуют он не запугивает вас не пугает порчами по тем вопросам которые вы не спрашивали но дает действительно новое потому что вы спрашивали и более того он не говорит о туманном неопределенном будущем он спрашивает про прошлое говорит что было тогда то тогда то тогда то раз раз он может считать прошлое значит может считать и будущее поэтому такая проверка которая называется ретро прогнозом является ну таким можно сказать критериям качества тот кто не может сказать ничего про прошлое не может назвать там не события не профессию ничего но какое чем может рассказать о будущем вот так просто определяется поэтому доверяйте здравому смыслу себе и не верьте никаким никакого рода запугиваниям насчет того что расписание по ухождению в туалет. Это достаточно крупная и долгая теория относительно событийности, но просто сразу отвечаю, что природе нет дела для того, как мы ходим в магазин, как мы там ходим куда-то. Есть такие столбовые мощные события, которых вообще 2-3% в жизни, браки, родственники, дети и так далее. Есть некоторые тренды, связанные с карьерой, с семьей. Но все-таки это события, которые буквально за весь год, их 5-6 штук максимум таких. Остальное время, в худшем случае, шарлатан может внушить человеку, что он игрушка в руках судьбы, и прогноз является нечто фатальным. Поэтому, получая прогноз, человек снимает с себя ответственность за свою жизнь, не пытается жить в прогнозе, является катастрофической ошибкой. У природы задача человека развивать, учить, давать ему новые опыты. Если человек ничего не делает, у него нет опыта. Соответственно, прогноз и жизнь относятся как карта и как реальная местность. У человека есть карта, маршрут, там есть точки опасности, зоны риска, рекомендации по прохождению тех или иных траекторий. Это лучше, чем тыкаться в слепую. Судьба дает карту, астрологи дают карту и фонарик, чтобы подсветить этот путь. Вот это главный функт астрологии. А дальше человек берет ответственность сам, шагает сам, действует сам. Вот это основной принцип, что прогнозы, что расчета натального потенциала, который не является фатальным, но является рекомендациями, способами оптимального поведения. Фактически мы рассчитываем естественный ход событий и видим те задачи, которые природа, создатель для нас ставит в этой жизни. Если мы это вычислим, если мы исследуем и живем адекватно, в соответствии с естественным ходом событий, мы добиваемся успехов, все двери открыты перед нами. Если мы живем против течения, тогда воспринимаем, что как будто жизнь нас наказывает. Но вот здесь на помощь приходит астрология. Второй аспект, который мне интересен, все-таки наш центр больше специализируется именно на том, чтобы человек не тратил свою жизнь на специалистов, а чтобы он сам становился специалистом. И, соответственно, нам интересны обучающие системы, что человек, пришедший изучать астрологию, что он получает. То есть, другими словами, одно дело, когда человек клиент, приходящий к астрологу, а другое дело, сам астролог. В данном случае, сколько уже времени ты изучаешь эту систему? Около семи лет. Около семи лет. Что изменилось в твоей жизни? Вот ты знаешь, как работает система, грубо говоря, а как она влияет на судьбу, какую событийность создает? Что конкретно изменилось в твоей жизни? Вот практическая польза. Есть ли она, или ты теперь просто замечательно, теоретически расписываешь, как работает весь этот чан под названием планета Земля, но вот как тебе не везло, например, семь лет назад, так тебе сейчас и не везет. Вот есть ли в астрологии, или в изучении астрологии реальная практическая польза для самого ученика? Ну, хорошо. Берем практическую пользу на моем примере. Когда в 9 утра все москвичи едут, толкаются в метро и в проках на работу, я сплю. В 12 утра... Ты считаешь, это преимущество? В 12 утра в 11 я иду в сауну, в спортивный зал. Соответственно, я работаю по своим правилам, по своим установкам, изучаю то, что мне интересно, делаю то, что хочу, в соответствии с естественным ходом событий, не противоречивая им. Я, естественно, вижу моменты, которые мне нужно проработать, исключить, как мне нужно построить свой рабочий день и так далее. Но в целом, это система, которая позволяет не только вырезать риски, но и привлечь их на свою пользу и стать действительно режиссером своей судьбы, конвертируя весь негатив в новый полезный опыт и в новые точки роста. Хорошо. А 7 лет назад тоже было так же? Ты тоже в 9 утра спала, в 12 шел в спортзал или нет? 7 лет назад я фактически работал как технический специалист, IT и студент. Живим, а было печально, неинтересно достаточно. Также, так сказать, играл в казино тогда, были, так сказать, на зачатке вредных привычек, и все это со временем просто ушло, как энергия перешла в иное, более конструктивное русло. Жизнь стала интереснее и продуктивнее. То есть, ты действительно можешь сказать, что знания астрологии реально изменили твою жизнь из сферы «я должен» в сферу «делаю, что желаю, делаю, что хочу». Я знаю, что мне надо сделать, и из этих вариантов «надо», я выбираю то, что мне важно и интересно, и заключаю некоторый компромисс. Нельзя сказать, что мы полностью, так сказать, вот прям вот свободны, и завтра полечу на Луну, и море по колено. Нет. Есть некоторые уроки, задачи, цели, однако внутри этих целей я их, так сказать, дифференцирую и проживаю жизнь по высшему этажу. Максимально просто и эффективно. Окей. Ну и тогда, в принципе, заключительный вопрос. Я услышал в твоих словах очень интересную вещь. Ты сказал, «я знаю, что мне надо сделать». Вот сейчас в нашем обществе, в современном мире, это, наверное, самая большая проблема, когда люди не знают, что делать. То есть, я очень часто, я не каждый день слышал, человек говорит, «я не знаю, в чем мой путь, я не знаю, куда мне идти, я не знаю, чем заняться». Понятное дело, человек, пришедший к астрологу, он может получить определенные подсказки. То есть, человек ему скажет, что вот в этом у тебя качество развитое хорошо, здесь надо подтянуть и прочее. Но если человеку не нравится его прогноз, то есть, ну я имею в виду, человек говорит, «у тебя год будет финансовых потерь». Я сейчас от потолка беру, может быть, это все не так делается, но астролог говорит ему, что в чем твоя судьба. А человек как бы не хочет такую судьбу. Как ему прийти от этого чувства раздрая, когда вот во что мне уткнуться в своей жизни, вот именно к тому, что сказал ты, «я знаю, что мне нужно делать». Вот когда человек, я сам будет знать, что ему нужно делать, какой путь должен проделать человек, чтобы прийти к такому пониманию. Ответ мы разделим на две части. Первая, действительно, проблема «кто я?» Она актуальнее и более важная даже, чем кажется, потому что все люди заточены как-то вот на более бытовой, такой материальный контекст. Ну, как только кого-то начинаешь спрашивать, кто ты, кто ты на самом деле, в чем твоя цель, люди начинают теряться, они начинают вспоминать штампы, которых учили в университете, в семье, что показывают по телевизору, и обычная цель заканчивается там вот Турцией, машиной, квартирой. Все. Когда они насыщаются, присвещаются этим, то жизнь становится пустая и неинтересная. На самом деле, астрологически достаточно четко можно вычислить, какие моменты, темы, мотивы являются важными и наиболее личностями, с чем будет резонировать вот это внутреннее «я», и за что человек будет себя уважать как личность, что ему будет интересно. Это четко совершенно вычисляется. Кому-то суждено быть преподавателем, кому-то суждено что-то делать руками, и даже человек создал бизнес, не зная, что ему делать, астролог может сказать ему, можешь там, не знаю, начать плести казино и строить улей. И Юрий Лыжков пойдет, как солнечное дело, заниматься братьями нашими меньшими и устраивать ферму. Он будет абсолютно счастлив в этом. Ему ничего не надо, у него все есть. Вторая часть вопроса, связанная с неизбежностью прогноза. Но астрология — это работа по самому широкому спектру сфер. Мы прогнозируем и личную жизнь, и смотрим, как она устроена по потенциалу рождения, что возможно в принципе, что невозможно в принципе. То же самое потенциал денег, типичные причины убытков, как зарабатываем, сколько можно заработать в принципе. То же самое смотрим и по здоровью, и по семье, и по карьере, и так далее. Таким образом, когда мы в ходе анализа потенциала рождения установили рамки и основные правила, событийные, по которым работает жизнь человека, мы можем сказать траектории, по которым он может двигаться, чтобы реализовать ту или иную задачу. Поэтому события в нашу жизнь природа вносит как определенную формулу, символическую. И потери денег такого события в природе нет. Бывают, например, трансформации видов изменения ресурсов. Как бы случится сложно, мутно, абстрактно, но у обычного человека, который ходит, получает зарплату, трансформация ресурсов, просто судьба, эти ресурсы у него изымает в кармане, через пожар, кражу, банкротство банка и так далее. Если мы видим заранее, мы можем через механизм подмена контекста сделать событие более сложным и интересным, мудрым, своевременным. При этом наши действия проиграют тот самый символизм, который заложила природа в это событие. Например, если мы видим потерю денег, мы можем вытянуть всю старую мебель, распродать имущество, ненужные, и ликвидировать фирму. Фактически, не было видно, что проигралось то самое. Было имущество, оно трансформировано, оно уничтожено. И по иным, более важным, чувствительным сферам, обстоятельствам просто нет смысла наносить удар. Есть закон сохранения энергии, лед ломается всегда там, где он самый тонкий. Ну и тогда, в связи с тем, что ты сказал, наверное, логичный вопрос, который из этого стекает. Человек видит, понимает, вот судьба, готовит ему очередной трамплин, чтобы человек научился летать. Он говорит, а я не хочу, а вот я не буду делать. Сталкивался ли ты на практике с тем, что человек намеренно шел против определенных прогнозов, которые ему ты давал, и что в результате такого может получиться, если человек идет против сил судьбы? Сталкивался неоднократно. Это связано или с банальной ленью, с не хочу, также связано с социальными штампами, с влиянием семьи, социума, когда человек, допустим, если ему говорят, что ему необходимо создавать бизнес, он говорит, что все в его семье против, говорят, что это только мошенники и бандиты этим занимаются. Соответственно, все большие деньги зарабатываются, есть такой аспект квадратура, связанный с пограничным напряжением невероятной силы. На нем открываются, делаются научные прорывы, на нем зарабатываются огромные деньги. Этот аспект можно воспринимать как ступень. Если человек прикладывает энергии, то на этой ступени он поднимается наверх. Это наш естественный механизм эволюции внутренней. Он меняет свои убеждения, он зарабатывает больше денег, он шагает на новую ступень социума. Если он отказывается от этого делать, аспект все равно он стоит в прогностике, он от него не убежит никуда, но он отказывается пополнять его прямое предназначение, соответственно, эта ступень превращается в бетонную плиту, которую человека расплющивает. Соответственно, он может потерять работу, здоровье и так далее, в зависимости от того, какая формула, какая картина в прогностике. Но, как правило, человеку не нравится, когда судьба насильно вносит это изменение. Судьба это делает достаточно резко и безапелляционно. Паш, спасибо большое, что ты пришел. Мне очень нравится твой ответ, мне очень нравится то, что ты говоришь об этом. Безумно приятно будет с тобой посотрудничать, безумно приятно познакомить публику с таким человеком. У нас в гостях был Павел Андреев, астролог, профессионал, и надеюсь, после этого вы заинтересуетесь такой наукой, как астрология, и, быть может, она вам поможет. Меня зовут Алексей Пахабов, вы смотрели Арканом ТВ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok